Это просчет, крупнейший, наверное, один из крупнейших просчетов за всю историю существования государства Израиль. Западные элиты едины и консолидированы в принципиальной позиции, что в ближайшие три года Украина будет получать все возрастающий объем западных поставок вооружений. Я полагаю, что все-таки Германия поставит для вооруженных сил Украины крылатые ракеты «Таурус». Далее мы ожидаем поставки американских ракетных систем «Атакамс». Поддержка Украины будет продолжаться, отвлечения внимания не произойдет. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Сейчас главные полосы ведущих мировых СМИ занимают новости с Ближнего Востока, где 7 октября началась активная фаза боевых действий между Израилем и Палестиной. И не раз слышал такое мнение, что в данном случае главный выгодополучатель, как и в случае конфликта между Россией и Украиной, находится за океаном. А как вы считаете, кому все-таки выгодна нестабильность в этом регионе? Но регион традиционно считается нестабильным. В его основе все-таки не урегулированы взаимоотношения между палестинцами и Израилем, а в более широком контексте между Израилем и арабским миром. Все-таки давайте не забывать все известные резолюции Совета безопасности ООН, в основу которых был положен принцип создания двух независимых государств, соответственно, Израиля и Палестины. Этот принцип был не реализован. Была серия войн и военных конфликтов. Это 1948 год, это 1973 год. Ну и вот 50-летняя годовщина тех событий. Кому он выгоден? Вы знаете, я не сторонник конспирологических теорий. Все-таки естественный ход исторических событий обусловил наличие данного конфликта в том виде, в той острой фазе военно-политического противоборства, которое мы наблюдаем уже несколько суток. Поэтому я думаю, что это было исторически неизбежно. Другое дело, что поменялись ведущие игроки, поменялись силы. Уже нет большого мощного Советского Союза, который в значительной мере был ключевым мировым игроком, в том числе в ближневосточных событиях. Ну а сегодняшняя ситуация, в общем-то, это отражение, на мой взгляд, тех старых нерешенных проблем, которые существуют, очевидно, будут существовать еще в течение как минимум ближайших 50 лет, наверное. По разным оценкам, Хамас выпустил от 2,5 до 5 тысяч ракет, если не ошибаюсь. И все мы слышали о МАСАДе, как это такое, одной из самых, наверное, эффективных спецслужб мира. Ну и у Израиля, кроме того, есть еще как минимум ОМАН, служба военной разведки. А как вы считаете, почему они проспали, назовем это так, столь масштабную атаку со стороны Хамаса? Сегодня главный вопрос, который задают все ведущие разведаналитики, да и, в принципе, эксперты. Как могло так получиться, что инфильтрованное израильской агентурой палестинское боевое крыло смогло, ну в данном случае Хамас, а сейчас уже подключается, насколько мы можем судить, и проиранская Хизбалла, смогли так качественно, эффективно и молниеносно совершить абсолютно дерзкие, с применением новых форматов видов и способов боевых действий, вот эти операции, которые повергли в шок и Израиль, и, разумеется, весь остальной мир. И первый и главный вопрос, который все задают, это тот, который вы сформулировали, а где был МАСАД и где был ОМАН? Ну, в данном случае это военная разведка Израиля. Вопрос, конечно, не праздный. Я думаю, что все-таки здесь совокупность целого ряда причин и следствий. Во-первых, полагаю, что руководство Хамас, а также те внешние заинтересанты, они, безусловно, есть, которые стоят за этой военизированной группировкой, прекрасно понимали, во-первых, значимость событий, привязанных к конкретной дате. 50 лет начала войны судного дня – это событие 1973 года. Понятно, что и израильские специальные службы готовились к этой годовщине и, как минимум, просчитывали определенный набор действий, которые могут быть предприняты противниками Израиля в силовом варианте реагирования на эту знаковую историческую дату. На мой взгляд, все-таки здесь, в неудачах израильских спецслужб, которые занимаются внешней разведкой, в том числе и в ближнем контуре вокруг Израиля, лежит комплексный фактор. Во-первых, совершенно очевидно, что Хамас и стоящий, повторяю еще раз, за этой военизированной палестинской организацией внешние игроки сумели провести комплексную операцию по дезинформации израильских разведок – военной и политической. Понятно, что изначально было известно, что Израиль отслеживает, что происходит. Поэтому, по всей видимости, по нескольким каналам в рамках операции стратегической дезинформации, я подчеркиваю еще раз, стратегической дезинформации – это в рамках специальной операции, которая была проведена, Израилю был навязан ложный мотив из сценарий возможных действий со стороны Хамас. Далее. Частичная информация, которая так или иначе получалась по линии агентурных источников, по линии средств электронной разведки, не давали всей полноты и ясности картины для того, чтобы прийти к правильным разведывательным выводам. Ну и, наконец, в целом мы можем сказать рассинхронизация механизма координации специальных служб Израиля. Ну, если поискать в новейшей истории некий аналог подобного разведывательного провала, ну, наверное, следует вспомнить события 11 сентября. Это удар террористов по башням-близнецам в Соединенных Штатах Америки. Впоследствии, когда вся эта ситуация разбиралась, ну вот фактически все то, о чем я говорил, в конечном итоге было признано источниками и причинами провала. Конечно, сейчас нет недостатка в различного рода конспирологических версиях. Ну, я слышал такую, что специально Израиль, так сказать, заманивал палестинцев, чтобы они начали атаку для того, чтобы, воспользовавшись ее результатами, Израиль мог, ну, по крайней мере, навсегда решить проблему, связанную с функционированием ХАМАЗ. То есть речь идет о тотальном уничтожении военного, а, возможно, и политического крыла указанной организации. Но как практик, как прагматик, я все-таки не сторонник конспирологических теорий, поэтому думаю, что все-таки имела место совокупность вот всех тех причин, которые я назвал выше, которые и привели к столь, я бы сказал, оглушительному просчету, последствия которого это, наверное, будет как минимум тысяча жизней израильтян. Сегодня тут вот цифры потерь, они корректируются. Уже называется 600 и 700, очевидно и 800. Но я думаю, что как минимум за тысячу будут оценены израильские потери. Израиль, в принципе, страна, где ценится каждая человеческая жизнь. Солдатам, например, разрешается сдаваться в плен в случае безвыходной ситуации. Более того, отвечать на все вопросы, которые задает противник для того, чтобы сохранить свою жизнь. Но еще раз повторяю, что вот та цена, которую платит сегодня Израиль и заплатил уже, она, конечно, исключает любые конспирологические версии. Мы должны сказать, что это просчет, крупнейший, наверное, один из крупнейших просчетов за всю историю существования государства Израиль. Очевидно, что сейчас, вот когда идут уже активные боевые действия, вряд ли сейчас будут искать крайних в этой ситуации, потому что Израиль консолидируется, озвучат призывы, по крайней мере, из уст президента Израиля, создать чрезвычайный военный комитет, правительство, которое будет обладать расширенным набором полномочий, в состав которого войдут и ведущие оппозиционные силы Израиля, а там очень много и отставных израильских генералов с богатым боевым опытом. Но, тем не менее, впереди, очевидно, после завершения уже активной фазы операции, а чем она завершится, мы поговорим, видимо, чуть позже, дальше будет и подробный разбор вот всей этой проблемы, почему так произошло. Отдельно надо сказать, что ведь Израиль работает в тесном разведывательном альянсе с западными спецслужбами. Это Соединенные Штаты Америки, в частности, Агентство национальной безопасности США, главный орган разведки в киберкоммуникациях и в электронной области, соответственно, и американцы не обладали данными для того, чтобы заблаговременно либо оперативно известить Израиль в той ловушке, которую готовит Хамас. Ну, а результат мы все сегодня наблюдаем вот этой рассинхронизации. Вот вы, да, предвосхитили один из вопросов, но прежде чем задать его, хотелось бы еще вот такой вот момент уточнить, наверное. Вот из этого огромного количества ракет, которое было выпущено Хамасом, ну, их значительная часть, насколько можно судить, все-таки достигла цели. А что можно говорить про вот этот вот знаменитый железный купол, систему ПРО Израиля в данной ситуации? Ну, во-первых, ракеты, которые запускает Хамас, они вот, ну, носят такое общеупотребительное наименование Касам. Это достаточно простые ракетные установки и, собственно, сами ракеты, которые не обладают какой-либо избирательностью в поражении, и их задача — это посеять хаос, навести ужас и нанести максимальный ущерб любой инфраструктуре Израиля, не только военной, но и гражданской, а также промышленной. Поэтому запуск осуществляется массовыми пусками, несколько сот пусков единовременно. Понятно, что такая плотность целей составляет существенную проблему для любой современной системы противовоздушной обороны. Когда, скажем, идет перенасыщение канала обнаружения и наведения, когда количество целей зашкаливает, ясно, что ни железный купол, ни комплекс Патриот. Да давайте говорить откровенно, ни одна современно существующая в мире зенитно-ракетная система, либо зенитно-ракетный комплекс не способен осуществить одновременное уничтожение ну, там, 200 или 300 целей, одновременно находящихся в воздухе. Палестинцы заявили, что они запустили вот пока за первые дни боевых действий свыше 5000 таких ракет. Израильские источники, по крайней мере, вчера вечером называли вдвое меньшую цифру 2500 ракет. Ну, в этих условиях, еще раз говорю, обеспечить 100% противоракетный перехват невозможно в принципе. Поэтому, знаете, любые пляски на костях железного купола, образно выражаясь, они не носят экспертный характер, а продиктованы эмоциональными подходами к данной ситуации. Поэтому в данном случае имеем то, что имеем, количество атакующих в Израиле целей превышает возможности израильской системы ПВО в целом. И, соответственно, система железный купол, который прикрывает ключевые объекты, это центры, ну, давайте говорить так, города, атомные объекты, объекты вооруженных сил Израиля, порты, военно-морские базы и ключевые объекты инфраструктуры. Но в данном случае часть ударов Хамас с использованием вот этих самодельных ракет достигает своей цели. Тем более надо отметить, что Хамас тоже не стоял на месте, а существенным образом модернизировал свои военные возможности. Ну и, в частности, вот по тем, по крайней мере, эпизодам первых нескольких суток боевых действий мы видим абсолютно новые форматы. Это и высота тактических десантов с использованием парапланов на объектах, которые удалены порядка 40-50 километров от границы, ну, либо административной границы между палестинскими анклавами и Израилем. Это и активное использование различного рода вооружений, которые эффективны в боях с современной израильской бронетехникой. Ну вот все задаются вопросом, как так могло получиться, что новейший основной израильский боевой танк «Меркова МК-4» есть два, по крайней мере, верифицированных эпизода, зафиксированных и подтвержденных, когда один из таких танков был уничтожен квадрокоптером, который сбросил взрывное устройство на верхнюю полусферу этого танка. И второй танк был уничтожен с использованием старого и доброго гранатомета ручного РПГ-7, но, очевидно, уже с новым выстрелом кумулятивного типа. Как такое могло быть возможным? И это еще раз показывает, что Израиль, в принципе, оказался не готовым к такому формату боевых действий, который продемонстрировали, в данном случае, боевые группировки ХАМС. Многие политики, включая лидеров государств, уже выразили, так или иначе, свою обеспокоенность этими событиями, но, на мой взгляд, одно из самых интересных заявлений сделал президент Польши Дуда, который сказал, что не стоит драматизировать, мол, ничего страшного не случилось. Это если очень сильно утрировать. Такое уже было. И, в принципе, ну, внимания большого не стоит. А как бы вы расценили вот такое вот, мягко говоря, очень странное заявление со стороны польского лидера? Ну, я думаю, все заявления, которые делают специальные лица и спикеры в Варшаве, они продиктованы предстоящими парламентскими выборами. Причем правые силы, судя по всему, могут потерпеть сокрушительное поражение. Но, судя по тем митингам, я сам смотрел эти кадры, они, конечно, впечатляют. Я сам в Польше был в служебной командировке более 20 раз и прекрасно знаю Варшаву. И действительно, вот те кадры, которые были показаны, когда там порядка одного миллиона человек вышли с протестами против политики, действующего в Польше политического режима, а за ним стоит, разумеется, и за Дудой, и за Моровецким, польский политический кардинал, один из двух, ну, ныне живущих братьев-близнецов Качинских. Конечно, вот все эти заявления, которые сегодня делаются в Варшаве, они, на мой взгляд, все-таки адресованы в первую очередь польскому электорату. Это попытка показать, что все под контролем, все нормально, и как бы дальше поддержка Украины будет продолжаться, отвлечения внимания не произойдет. Поэтому я думаю, что все эти заявления не носят все-таки со стороны польских политиков, которые находятся сегодня пока еще у власти, а дальше посмотрим, что будет после 15 октября, все-таки характер политических конъюнктурных заявлений. В принципе, еще раз повторяю, что конфликт на Ближнем Востоке, он, конечно, затрагивает ключевых мировых игроков. Реакция стран разная, и те переговорные тезисы, которые были озвучены на встрече Сергея Лаврова с руководителем Лиги арабских стран, но, тем не менее, я думаю, что все-таки это для нас чужая война. Да, она повлияет на очень значительные процессы, в том числе геополитические. Наверное, можно предполагать, что те, кто запускал механизм вот этого конфликта, понятно, что это был Хамас, но Хамас не действует в безвоздушном пространстве. Очевидно, как минимум, имелась в виду и возможность того, что будут сорваны те мирные инициативы, которые должны были привести к восстановлению дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией, и нормализуются. В конечном итоге, наверное, те, кто запускал эти механизмы военных действий, они как минимум рассчитывают, что будет сорван этот процесс. Ну и в целом, вообще, по большому счету, по большому счету, скорее всего, вот скажем, последствия они будут. Безусловно, будут. Потому что здесь страной, заинтересованной в поражении Израиля, как минимум, является Иран, ну и часть радикально настроенных кругов в мусульманских, скажем так, государствах. Но Израиль, как бы, вот в этой конфигурации, на мой взгляд, все-таки сосредоточится на решении, прежде всего, военных задач именно против Амаса. Судя по заявлениям, которые были сделаны премьер-министром Израиля и министром обороны, и рядом других политиков, Израиль настроен на достижение максимально решительных военно-политических целей. Получив столь оглушительный удар и потеряв такое количество человеческих жизней, Израиль, во-первых, впервые с 1973 года заявил о том, что он находится в состоянии войны, призвано порядка, первый этап, 300 тысяч резервистов, причем все это произошло в очень короткие сроки и очень организованно, поэтому не все в Израиле плохо, как, собственно, с провалом разведки. Но дальше наступает фаза активных боевых действий. Очевидно, будет наземная операция, Израиль войдет в сектор газа с расчетом полностью уничтожить, сбросить в море, ну и физически истребить политическое и военное крыло Хамас. Как дальше будет выглядеть ситуация в рамках городских боев? Понятно, Израиль сегодня не сдерживает себя никакими ограничениями, ну чисто формальными, в выборе и нанесении ударов. Мы видим многоэтажки, которые просто складываются и обрушаются после израильских ударов. Очевидно, что Израиль, хотя и говорит, что он наносит удары по военной инфраструктуре Хамас. Очевидно, есть и то, что называется побочным эффектом. В любом случае, мы в самом начале, скажем, эскалации данного конфликта и заранее предрешать, чем он завершится, весьма трудно. Я все-таки полагаю, что в любом случае преимущество чисто военном плане на стороне Израиля, Запад и США Израиль будут поддерживать. Соображение, скажем, гуманитарного характера и реакции мировой общественности израильским политическим военным руководством приниматься в этот раз во внимание не будут, поэтому, скорее всего, будет речь идти о том, что Израиль полностью возьмет под контроль сектор газа. А вот что будет дальше, это, конечно, вопрос для дальнейшего анализа. Вы, отвечая на первый вопрос, сказали, что в том, кому может быть выгоден этот конфликт, ну, не стоит искать каких-то конспирологических теорий. А вот тот же Дуда, возвращаясь к его заявлению, однозначно заявил, что конфликт выгоден России, вот сто процентов он выгоден России, потому что он якобы отвлекает внимание России, ну, Запада от Украины, и таким образом поддержка ей может быть снижена. Но, что самое интересное, напомню, ранее в Польше на официальном уровне заявляли о том, что они не будут поставлять оружие Украине, если вот эта ситуация вокруг конфликта с зерном будет развиваться и дальше. И где логика в таких заявлениях, хочется спросить. Еще раз говорю, логики здесь нет, это чисто предвыборные конъюнктурные заявления. С одной стороны, как бы заручиться поддержкой польских фермеров, а потом, когда, если вдруг, собственно, правые выиграют выборы, я смею верить, что эти проблемы отойдут на второй план, и все разрешится. В любом случае, Польша настроена прагматично, но она будет действовать в общем тренде того вектора, который сегодня задан США, НАТО и Евросоюзом. Что касается России, вы знаете, еще раз повторяю, война между Хамасом и Израилем – это чужая война. Для нас актуальна ситуация в зоне специальной военной операции, она там достаточно непростая. А что касается западных поставок оружия, они продолжатся в любом случае и со стороны США, и со стороны Евросоюза. Вопрос просто в сроках, в объемах и, скажем, в формах финансового покрытия указанных поставок. Но абсолютно очевидно, что есть консолидированная позиция Запада, как минимум на ближайшие 2-3 года, что объем военной помощи Украины будет продолжаться в тех же объемах, а может быть и во все возрастающих, и никаких здесь изменений не произойдет. Соответственно, чем это опасно? В первую очередь, я полагаю, что все-таки Германия поставят для вооруженных сил Украины крылатые ракеты «Таурус». Далее мы ожидаем поставки американских ракетных систем «Атакамс». И впереди, очевидно, уже в апреле-май поставки с подготовленными экипажами Украины, это американские истребители F-16 с соответствующим набором средств поражения. Вот это главная угроза, она никуда не девается, не исчезает, и мы должны, анализируя ситуацию, готовиться к этому с точки зрения форм и методов реагирования. Потому что указанные типы высокоточного оружия будут использованы Украиной в первую очередь для атак против объектов системы военного государственного управления Российской Федерации. И не только на территории новых субъектов, а также на территории Крыма, но и для ударов по объектам, целям и штабам в глубине территории России. Это логистика транспортная, инфраструктурная, которая обеспечивается с точки зрения поддержки наших войск в зоне специальной военной операции. Все это будет являться потенциальными объектами удара. И готовиться к этому, анализировать, в том числе думать, как, в какой степени и каким образом будем реагировать, надо уже сейчас, ни в коем случае не расслабляясь и не ожидая чудес в виде того, что палестинско-израильский конфликт каким-то образом оттечет Запад от поддержки Украины. Как вы сказали, сейчас мир, ну или Израиль и Палестина находятся на самой начальной стадии этого конфликта. Если я правильно понял, то Израиль, как вы сказали, возможно, поставит перед собой целью уничтожение Хамас. Возможно, даже физическое. Но, а как вы считаете, что дальше? Я понимаю, что очень сложно и, наверное, практически невозможно заглядывать настолько далеко вперед, но так или иначе какие-то предположения наверняка можно сделать. Израиль находится в состоянии войны с окружающим арабским миром с первых дней провозглашения своей независимости. Было значительное количество войн и конфликтов, и такое же количество войн и конфликтов будет впереди. При этом важно понимать, что Израиль является обладателем ядерного оружия и средств доставки, хотя формально это Тель-Авив не подтверждает, но всем это прекрасно известно. И в этом плане задача физической ликвидации государства Израиль со стороны арабских стран, на мой взгляд, представляется недостижимой задачей в военном плане. Вместе с тем Израиль активно работает над урегулированием своих противоречий с ведущими странами арабского мира. Мы помним, что в результате Кэмп-Дэвитских соглашений нормализовано отношение между Израилем и Египтом. Точно так же сегодня Израиль активно работает над нормализацией отношений с рядом других ключевых государств, зоны Ближнего Востока и Персидского залива. Но еще раз повторяю, что этот конфликт обречен на перманентное возобновление, потому что все-таки в основе базового регулирования это следование известным резолюциям Совета Безопасности ООН. Израиль в данном случае не связывает свое будущее с выполнением указанных резолюций, а следовательно поле для возможного военного конфликта в ближайшие десятилетия будет по-прежнему открытым. Это из серии того, скажем, противостояния, которое очевидно на жизни нынешнего и последующих поколений прекращено не будет. Вопрос, может ли быть создана некая политическая, скажем, конфигурация, когда все ключевые игроки согласуют свои позиции и так или иначе регион станет бесконфликтным. Вопрос открытый, но пока нет, в общем-то, будем говорить так об основании либо выводов, которые свидетельствовали бы о, скажем, беспроблемном развитии событий. Конфликт не решится даже путем военной победы Израиля. Следовательно, террористическая угроза, фактор военизированных группировок, действующих под антиизраильскими лозунгами в зоне Ближнего Востока всегда будет присутствовать. Это конфликт, который не перевертывается успешной или неуспешной истории нынешнего конфликта и вооруженного противостояния Израиля и Хамаса. Это надолго. А так, я думаю, что да, в военном плане спустя какое-то время, ну, трудно сказать, может быть, неделя, две, три, месяц, полтора, два. Но так или иначе, как бы Израиль возьмет под контроль сектор газа, вопрос, что делать дальше. Вот это главный вопрос. Мы помним и израильское военное присутствие в Южном Ливане, и произраильское марионеточное правительство в Южном Ливане. Тем не менее, в конечном итоге оттуда Израиль ушел. Кстати говоря, один из оппонентов, Нетаньяху, нынешний премьер-министр Израиля, как раз Бенни Ганс, бывший командующий израильской группировкой в Южном Ливане. Я, кстати говоря, с ним знаком в 1999 году в ходе своей служебной командировки в Израиль. У меня была с ним встреча. Он еще был, ну, скажем так, рядовым бригадным генералом в его штабе в районе города Метулла. Мы как раз встречались. Он дал тогда мне большое интервью, которое было опубликовано в независимом военном обозрении, где я тогда работал, поэтому как бы я примерно понимаю логику и, скажем, настрой этого политика. Не исключаю, кстати говоря, что в результате естественных политических перетурбаций, которые последуют после этой войны, это человек, который имеет большое политическое будущее и, собственно, может претендовать в конечном итоге и на должность премьер-министра Израиля. Если вернуться все-таки к спецоперации, которую Россия проводит в Украине и от которой, как считает Дуда, Запад может отвлечь вот этот вот конфликт между Израилем и Палестиной. Вы сказали, что США и Германия, они, ну, почти наверняка поставят ракеты Атакамс и ракеты Тавруса, которых Киев, ну, действительно давно просит своих западных партнеров. Но вот недавно в Конгрессе США, если не ошибаюсь, там отказались пересмотреть бюджет в пользу выделения дополнительной помощи Украине, на что посетовал Кулеба. А что это было в таком случае? Может быть тоже, как и в ситуации с Варшавой, просто какая-то предвыборная политическая игра? Я абсолютно убежден, что все это не более чем технические вопросы. Как, за счет каких схем и благодаря каким законодательным актам либо решениям может продолжаться американская военная поддержка Украины? В любом случае подготовлен очередной 100-миллиардный пакет военной поддержки, так или иначе он будет реализован. Еще раз подчеркиваю, это все технические вопросы. Есть ли там политическое противоборство? Возможно, есть, но еще раз повторю, что западные элиты едины и консолидированы в принципиальной позиции, что в ближайшие три года Украина будет получать все возрастающий объем западных поставок вооружений. Это включает в себя и военную помощь, и разведывательную информацию, и физические поставки оружия, хотя оно сегодня и обнаруживается в рядах, собственно, Хамас. Но по большому счету это ни на что не повлияет. Поддержка Украины и накачка ее оружия будут продолжаться. Поэтому для российских политиков, военных, спецслужб, чрезвычайно важно правильное стратегическое целеполагание. Ни в коем случае нельзя себя убаюкивать некими оптимистическими сценариями. Их не будет. Это боевые действия, хотя они и называются форматом специальной военной операции. В настоящее время Украина, несмотря на практически полумиллионные потери, безвозвратные, тем не менее, пока что мотивирована, способна к боевым действиям и будет их продолжать. Ну, такой вот очень, скажем, осторожный прогноз, как минимум, свидетельствует о том, что до середины 2025 года Украина не исчерпает своих возможностей по оказанию вооруженного сопротивления. Тем более, что существует фактор политической, военной и финансовой поддержки со стороны Запада. А в случае вот этих вот ракет «Таурус», которые могут поставить Украине, если я не ошибаюсь, там радиус поражения до 500 километров достигает? Там есть разные версии. Разные версии, но я еще раз хотел бы отметить, вот на примере ударов британскими ракетами класса «Штормшедоу» по старому зданию штаба Черноморского флота. Все-таки надо делать тоже выводы. Во-первых, что очень, я бы сказал, высокоточное средство поражения. И еще раз повторяю, нет абсолютно стопроцентно гарантированных систем противовоздушной обороны, которая обеспечивает перехват и уничтожение любых атакующих целей. Есть в конечном итоге набор факторов, которые могут сыграть либо в плюс, либо в минус. Но готовиться надо к этим поставкам. Я еще раз могу отметить, что, к сожалению, без определенной степени эскалации и практических аспектов рассмотрения вопросов применения в вынужденных исключительных случаях тактического ядерного оружия со стороны Российской Федерации, все-таки закончить данный конфликт будет на приемлемых для Москвы условиях, на мой взгляд, достаточно проблематично. Конечно, есть фактор усталости Украины и украинского общества от войны, есть фактор устойчивой работы российской экономики и, в частности, эффективной деятельности оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Но, на мой взгляд, хотя мы слышали выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, все-таки, на мой взгляд, так или иначе жизнь заставит Россию менять ядерный раздел военной доктрины Российской Федерации. Будет ли это в формате демонстрационных подземных ядерных взрывов на полигоне на Новой Земле? Будет ли это изменением основ применения ядерного оружия в российской военной доктрине? Будут ли какие-то другие факторы? Пока прогнозировать трудно, но, на мой взгляд, это неизбежно. И здесь не нужны, знаете, такие вот заявления, которые делают у нас, на мой взгляд, к сожалению, отдельные политологи типа Караганова, давайте нанесем превентивный ядерный удар, чтобы нас боялись по европейским странам. На мой взгляд, это дискредитирует Российскую Федерацию. Мы должны все-таки объяснять и противникам, и партнерам, и союзникам России то, что если ситуация вынудит нас так или иначе рассматривать вопрос использования ядерного потенциала, но в данном случае тактического класса, то нашими целями, объектами будут исключительно военные объекты и ни в коем случае не города и не гражданское население. Нам не надо без нужды пугать, либо там размахивать ядерной дубинкой. Все-таки в основе ядерного планирования должен быть прагматизм, четкое цель и полагание и понимание чего, как и в какие сроки мы хотим добиться. То есть здесь категорически не применим военный либо военно-политический волонтаризм. Мы не во времена Хрущева, слава богу. И здесь в основе все-таки российского ядерного и военного планирования должен быть положен принцип прагматизма и очень четкого просчета всех возможных сценариев. Абсолютно невозможно с этим поспорить, но, к сожалению, вот такими вот действиями, типа возможными поставками Таурусов, Атакамс и прочее. Запад ведь просто-напросто подталкивает Россию к этому шагу. Вы так не считаете? Мне кажется, они именно этого и добиваются. Вы знаете, мне не хотелось бы говорить о каких-то решениях, которые, на мой взгляд, были не оптимальны и которые принимались в ходе специальной военной операции. Все-таки об этом давайте поговорим после ее завершения. Но, на мой взгляд, в известной степени произошла девальвация, ну, скажем, тех красных линий и тех рубежей, которые заявлялись Российской Федерацией. Вот в этом плане я еще раз могу отметить, например, вот те заявления, которые делает у нас белорусское руководство, вот у поляков, у литовцев, да у всех окружающих государств нет абсолютно никаких сомнений, что если сказано, так и будет сделано. В этом плане фактор наличия тактического ядерного оружия России в белорусских арсеналах и наличие в структуре вооруженных сил Республики Беларусь средств доставки такого оружия, ну, как минимум, влияет, очевидно, на политику Варшавы и Вильнюса, а может быть и Брюсселя. Что касается нас, да, нас подталкивают, но еще раз повторяю, это тема уже закрытого анализа, который должен делаться не в формате публичных заявлений. Здесь необходим очень четкий, прагматичный, жесткий просчет возможных сценариев и готовности, там, где необходимо действовать без оглядки на те ограничители, которые нам так или иначе Запад пытается поставить. Вот посмотрите, началась боевая операция «Хамас против Израиля». Израиль четко заявил, наша программная цель уничтожения «Хамас», нас ничто не остановит. Мы предадим урок, преподадим урок на ближайшие 50 лет всем врагам Израиля. И самое главное, все прекрасно понимают, что так и будет. Что Израиль при необходимости или при том, что посчитает такую необходимость для себя приемлемой с военной и политической точки зрения, он превратит сектор газа в, ну, сплошную зону поражения, предварительно заявив, что те, кто не хочет, должен покинуть сектор и уйти оттуда. А дальше, по принципу, кто не спрятался, я не виноват. Ну, вот такая позиция, на мой взгляд, без оглядки на какие-то компромиссные варианты, она, как минимум, все-таки говорит о решимости и способности государства защищать свои национальные интересы в том виде, в котором эти национальные интересы понимает политическая военная элита той или иной страны. На мой взгляд, вот сама жизнь толкает нас примерно на где-то такой подход. Рано или поздно мы с этим столкнемся и действовать надо будет, ну, я не хочу сказать по израильской модели, либо по белорусской модели, но, грубо говоря, нельзя девальвировать те обещания ответных ударов, которые были сделаны, но не последовали, потому что это работает не на пользу нам, а усиливает возможности и политическую уверенность наших противников в своей неуязвимости. Рано или давно придется идти на эскалацию. Вопрос объемов, темпов, сроков и возможностей таких решений, но это уже вопрос, который относится к категории государственной тайны. А за эту открытую беседу спасибо вам большое и спасибо за ваши развернутые и взвешенные ответы. Спасибо вам. Еще раз хотелось бы с удовольствием и с чувством благодарности сказать спасибо руководству Республики Беларусь, лично президенту и верховному главнокомандующему вооруженными силами Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, Совету безопасности Республики Беларусь за вот такую консолидированную, дружескую поддержку в лице Республики Беларусь, в лице президента Александра Григорьевича Лукашенко. Мы видим настоящих товарищей, союзников, партнеров и друзей. Союзник, который стоит спина к спине, локоть к локтю, очень много значит для нас. И разумеется, хотя есть разные точки зрения и разные люди в российском истеблишменте, в экспертном сообществе, которые исповедуют разные точки зрения, в том числе в отношении Республики Беларусь. Я думаю, что наша консолидированная позиция, всемирная поддержка Беларуси прежде всего в экономическом таком направлении. Прекрасно понимаем роль и задачи, которую ставит руководство Беларуси. Это экспортно-ориентированная экономика, которая могла бы завоевывать новые рынки, выходить на новые возможности. Беларусь сохранила ключевой кластер промышленности как оборонной, так и гражданской в ряде других регионов земного шара, где страны хотят покупать беларускую продукцию. Должны вот именно в экономическом прежде всего, ну и конечно в военном плане, в военно-техническом плане поддерживать Республику Беларусь. Поэтому еще раз искренние слова, уважения, благодарности за выполнение своих обязательств в рамках союзного государства. И будем делать все для укрепления российско-белорусского стратегического взаимодействия абсолютно по всем линиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова